Здравствуйте, дамы и господа. Очень приятно, что вы задаете вопросом, с какого продукта правильно начать, какой продукт купить первым и вообще, как начать подход к своему здоровью правильно. Вы знаете, вот сейчас я включу слайды. Хотел бы поговорить на такую тему. Смотрите, если мы хотим работать с какими-то продуктами, желательно задействовать самый максимальный спрос, который на данный момент в мире существует. То есть, если мы работаем на хорошем спросе, соответственно, у нас будет очень много заказов, и мы огромному количеству людей сможем помочь решить их проблемы. Давайте подумаем на данный момент, какой самый продаваемый продукт в мире. Кто-то может мне помочь, какие мысли есть. Кто-то подсказывает молодость. Молодцы, хорошо. Чай мы были на прошлом вебинаре. Сегодня я хотел бы немножко тему скорректировать, изменить. Самый продаваемый продукт, ну вот как мы подумали и считаем, это настроение. Почему? Потому что, смотрите, первые строчки хит-парадов занимают продукты, которые помогают как бы поднять настроение. Это кофе, чай, алкоголь, никотин, какие-то антидепрессанты и даже оружие занимают первые строчки хит-парадов. Почему? Как вы думаете, человек с хорошим настроением, он пойдет пойматься? Конечно, нет. То есть, как правило, за оружие берутся люди, недовольные жизнью, у которых нету настроения. Так вот, действительно, самые продаваемые продукты в мире – это продукты, поднимающие настроение. Давайте подумаем, настроение, что это такое? Вообще, откуда оно берется и почему оно портится? Скажите, пожалуйста, вот здоровье как бы с настроением связано? Может ли быть хорошее настроение у человека, у которого здоровья нет? Соответственно, нет. Молодость. Тоже активно связано с настроением. Почему? Потому что, если женщина, глядя на себя в зеркало, увидела дополнительную морщинку, которая появилась, в этот день счастливо ее навряд ли будет увидеться. То есть, настроение будет плохое. Сила. Если человек чувствует наполненную жизнью силу, он будет в хорошем настроении, и от него просто брызгать энергия будет. Если человек чувствует слабость, лялость и подавленность, скорее всего, настроение тоже будет отражаться. То есть, настроение – это полнота жизни, полнота здоровья, полнота молодости, полнота силы. То есть, это напрямую все связано с энергией. Красной чертой всех наших мероприятий идет энергетика. И действительно, если энергия у человека, то есть, вообще, настроение – это индикатор вашего уровня энергии. Если энергия на высоте, соответственно, настроение у вас на высоте. Вы хотите общаться, вы хотите от энергии делиться. Если энергия у вас в упадке, на минусе, настроение у вас на минусе, и, короче, вы тогда приехали. Поэтому, когда человек энергичен, он хочет двигаться. Поэтому жизнь, наполненная энергией, называется у молодежи движняк. Если энергии нет, то нет соответственного движения, и жизнь начинает потихонечку съеживаться. Почему такие продукты, как кофе, чай, алкоголь, никотин, антидепрессант и разнообразные стимуляторы поднимают настроение? Я вот хотел бы показать вам такую картинку. Представьте, что вот это уровень энергии, вот это продолжительность дня по часам. И вот у человека, к примеру, в течение 9 часов светового дня уровень энергии единичка, и, в принципе, на этом уровне энергии он в свойстве того день спокойно мог бы прожить. Что делают стимуляторы? Они всю энергию дневную собирают в течение 3 часов, и вот энергию, рассчитанную на 9 часов, они собирают в 3 часа. Соответственно, уровень энергии поднимается до 3. По отношению к тому, как человек себя чувствовал до этого, конечно, эти 3 часа он чувствует себя драйвово, то есть его просто прет. Вот. Но стимуляторы, они не поднимают ваш энергетический уровень. То есть они тот ваш энергетический уровень, который у вас был, просто съеживают в меньшее количество времени. Почему? Потому что когда энергия закончилась, действие стимулятора закончилось, все остальные часы вы будете жить на нулевом энергетическом уровне. То есть это называется отходняк, это называется как бы депрессия после стимулирующая вот это. Кто потевший на кофе, потевший на крепкие чаи, вот, у кого были проблемы с никотином, с алкоголем, им это ощущение знакомо. То есть всегда после этого ощущения эйфории идет состояние депрессии, нежелание ни с кем общаться, замкнуться в себе. То есть так ведет тебя человек, у которого энергетический уровень приближен к нулю. И вот мне стало интересно вообще, откуда же эта энергия берет? Что это такое вот эта вот энергия? Где ее взять? Почему у кого-то этой энергии больше, у кого-то энергии меньше? То есть мой мудрый учитель мне сказал, понимаешь, Сергей, вот если брать энергию солнечного света, то из того света, который касается атмосферы, до поверхности Земли доходит меньше 50%. То есть уже в самой атмосфере около 90% солнечной энергии концентрируется. Эта солнечная энергия есть везде. Она в зелени трав, она в цветении цветов, она в том, как наливаются фрукты, как наливается виноград. То есть наше вообще окружающее все, она этой энергией переполнена. И возникает вопрос, то есть почему некоторые люди могут свободно получать эту энергию? А у некоторых людей этой энергии не хватает, потому что если все вокруг переполнено энергией, то как бы по логике мы все должны драйвово себя чувствовать. И вы знаете, я вспомнил такую ситуацию, когда я был подростком, мой двоюродный брат подарил мне мопед. Что такое мопед, кто не знает, это такой мини-мотоцикл. Мопед был старенький, он обслужил там несколько десятков лет моему двоюродному брату старшему. И достался мне уже в наследство, такое изрядно изношенное, изрядно прожаревшее. Поскольку у нас была тусовка ребят, которые носились на мопедах, я был один из них, но когда мы уезжали куда-то в лес или еще, я замечал такие вещи, что мой мопед ехал хуже, тянул он слабее, периодически до, вот, и в конце концов всем надоело меня ждать. И один из ребят, кто разбирался в технике, он подошел и говорит, давай посмотрим, что с твоим мопедом такое. Первое, что он сделал, он разобрал карбюратор и говорит, скорее всего, засорен карбюратор. То есть топливо в должном объеме, оно в двигатель не попадает. И когда мы разобрали карбюратор, он был весь грязный. Карбюратор прочистили, продули, поставили на место. Мопед завелся, поехал. Но все равно, он говорит, при таком объеме двигателя и мощности скорость должна быть значительно выше. Он говорил, бак, ты чистили когда-нибудь? Я говорю, а зачем? Он говорит, ну давай снимай бак. А я снял с мопеда бак, оказалось, посветили мы туда внутрь. Там место, где топливо из бака выходит, краник, там такая сеточка стоит, чтобы из бака мусор не попадал. Так вот эта сеточка вся напалит с толщиной, была забита ржавчиной, какими-то соринками, и перевернув бак, мы когда его потрясли хорошенько, мы выпили жменьку ржавчиной и сорок. Вот, то есть я уже проанализировал. Если мопед едет слабо, тяга слабая, силы едут, скорость слабая, вот, первая причина, что топливо не попадает засорен либо бак, либо карбюратор. Когда прочистили бак, прочистили карбюратор, мопед поехал резвее. Но все равно парень говорит, звук у него какой-то натяжен. Вот, он говорит, ты глушитель когда-нибудь чистил, либо менял? Я говорю, нет, а зачем? Он говорит, ну давай посмотрим. Он открутил глушитель, трубу выхлопную, и мопед просто понесся как сумасшедший. То есть тяга, да, он ревел громко, но это был не тот мопед, к которому я привык. Это был молодой, энергичный, бодрый мопед. И он говорит, что выхлопные газы иногда, они содержат масла, вот, испарение масел. И со временем вот эти вот прослойки у глушителя, глушитель, он кроме того, чтобы глушить звук двигателя, он еще задерживает, там есть много мембран, которые задерживают токсины выхлопные, чтобы не отравлялся воздух. И если мопед отработал несколько десятков лет, все эти мембраны, все эти фильтры, они просто забиты сажей, забиты маслом. И смотрите, что получается. Я просто пример приведу. Вот представьте резервуар. В резервуаре сверху есть вход, из резервуара есть выход. И потенциально резервуар может пропускать через себя, к примеру, 100 единиц энергии в секунду. И, соответственно, всасываться в нем может только единиц энергии. Но если вход в резервуаре забивается и может пропускать только 10 единиц энергии, то есть в секунду туда 10 единиц попадает, соответственно, и всасываться может только 10. Если вы вход прочистили, но забит выход, и выходит из резервуара, отработанных в секунду, объем только 10 единиц, что получается. Если 10 единиц в секунду выходит, то только 10 и может зайти, потому что место в секунду освобождается только на 10 единиц. И вход может быть совершенно чистый, все может идеально. Но если выход забит, все равно только 10 единиц будут поступать. Что получается? Если резервуар в состоянии поглощать 100 единиц в секунду, у него потенциал огромный, энергии может много усасывать. Но туда поступает только 10 в результате зашлаковки входа либо забитости выхода, то единственное, что мы будем как бы испытывать, мы будем испытывать радость от 10 единиц энергии в секунду. То есть мы рассчитаны на 100. Наш организм ждет 100 единиц, но мы даем ему только 10. Понятно, что он чувствуется недовольным, вялым. Это как недокормленная собака, которая постоянно недовольна, грустная, скучная и постоянно ищет, где бы ей что-нибудь сожрать. То есть так устроен наш организм. Где могут проходить моменты вот этой вот завидности? Первое, что у нас забивается, это кишечник. То есть в кишечнике, вы знаете, происходит процесс всасывания. Мы сегодня не говорим про все виды энергии, мы говорим только про энергию грубой материи. Это вода, это минералы, микроэлементы, то есть это то, что из земли поступает, и то, что образуется из солнечного света. Это белки, жиры, углеводы и витамины. Так вот, то есть это продукты, из которых состоит наша еда. И вы знаете, что все продукты, которые мы используем, они перевариваются в желудке, но всасываются они в кишечнике. Тонкий кишечник, он состоит из таких ворсинок, то есть как бархатная поверхность. Для чего? Для того, чтобы увеличить площадь всасывания. Если каждую ворсинку разгладить, вообще разгладить все ворсинки тонкого кишечника, то получится площадь, как площадь футбольного поля. Представляете? Поэтому всасывающая способность кишечника очень высокая. Но теперь представьте, что вот эти ворсинки со временем, они, как любой фильтр, забиваются. И люди, которые никогда не проходили подготовку, очистку, реабилитацию своего желудочно-кишечного тракта, у них всасывающая поверхность уменьшается на 80%. Что это значит? То есть потенциал поглотить энергию 100%, но поглощается только 20%, потому что 80% кишечника просто-напросто забито и зашлаковано. Поймите, что разные врачи, терапевты в оборосмочистке относятся совершенно по-разному. Кто-то над этим улыбается. Но у кого хоть раз в жизни был какой-то механизм, автомобиль или что, вы прекрасно знаете, что все фильтры, все фильтры, они со временем требуют либо очистки, либо замены. То есть нравится нам это или нет, так устроено ли, что вся фильтрующая система со временем забивается, и коэффициент полезного действия у фильтра начинает падать. Если вы не будете очень долго чистить фильтры и мешки в пылесосе, пылесос начинает натужно будеть, начинает стонать и практически не затягивает пыль. То есть все, он не в состоянии поглотить больше ничего. Точно так же устроен наш организм. Кроме того, что поглощающая способность низкая, это значит, что половина витаминов и минералов, за которые мы заплатили деньги, просто транзитом пролетает в канализацию, не усвоившись. В этих шлаках грязных происходят процессы гниения, брожения и закисления. Вы знаете, что почва торфяная, где идет процесс гниения ила и гниения умерших растений, например, на болотах, это почва кислая. И любой, скажем так, фермер, если он удобряет свои угодья фермерские торфом, он всегда знает, что потом почву нужно раскислить, защелочить либо с помощью извести, либо с помощью доломита. Почему? Потому что торфяная почва, она кислая. Все ягоды, которые прорастают на болотах, это брусника и клюква, это кислые ягоды. Почему? Потому что они всасывают соки из земли, а эти соки уже в потенциальной земли идут кислые. Поэтому шлаки, кроме того, что это плохо, там идут процессы брожения и гниения, аутоинтоксикация, самоотравление организма, они еще очень здорово закисляют все жидкости. Вот, смотрите, вот очень хорошая картинка. Если у человека потенциально кишечник чистый, сейчас вот стрелочку возьму, чистый кишечник, то все, что в кишечник чистое попадает, чистое и доходит до наших клеток. Вы знаете, что все наши клетки получают воду из нашего кишечника. Если кишечник у человека загрязнен шлаками, то даже если вы покупаете самую дорогую, берете самую очищенную воду, она прежде чем достигнуть стенок, мембран кишечника, она должна пройти вот эту вот жуткую трофеную зашлаковку. Соответственно, она захватывает и цвет, и запах, и все остальное, и уже всасывается в нашу кровеносную систему не чистая вода с минералами и литонинами, а грязная вода с продуктами вот этого разложения. И наши клетки пьют вот эту грязную заплесневиловую воду. Поэтому, если вы не проделали программу очистки, то есть не прошли ее, любая программа оздоровления не имеет смысла, потому что первое, 80% биологически активных веществ не будут всасываться в вашем кишечнике, плюс ко всему организм, который отравляется аутоинтоксикацией, продуктами жизнедеятельности, грибков, бактерий, которые, как правило, живут в кислой среде, вот, они отравляют наш организм даже больше, чем, ну, яды, которые попали бы у нас в организм вместе с едой. Вы знаете, что даже в свое время Гиппократ сказал очень хорошую правду, что человек рождается изначально здоровым. Все свои болезни он приобретает через рот с пищей. Вот, и статистика показывает, статистика летальных исходов, что 6 из 10 получивших, как бы, летальный исход в результате болезни, 6 из 10 причина – это загрязненный зашлакованный кишечник. Вот. Вот эти вот шлаки и токсины со временем, они слеживаются, и вы знаете, что все, что слеживается и прессуется, становится твердым. Есть такая проблема под названием каловый камень. Если посмотреть вот на картинке, вот на картинке у нас рентген кишечника, вот все вот это черное, что вы видите, это каловые камни. Я как-то прочитал в энциклопедии врачебной, что у некоторых людей со временем накапливается до 10 кг каловых камней. То есть, что это значит? Кроме того, что вы вытаскаете с собой в основном ведро цемента, вот, это утяжеляет наш кишечник. А кишечник давит на внутренние органы. У женщин это на половые органы, вокруг там лежат почки, печень, железы внутренней секреции. Когда все это сдавлено вот этим весом каловых камней, там передавлены артерии, вены, микрокапилляры какие-то. То есть, процессы обменные, там уже идут замедленно. И у многих людей развиваются атрофии и микроты. Почему? То есть, орган, на котором лежат каловые камни, подобен руке, которую вы отлежали во сне. Эта рука ничего не чувствует, она практически не двигается. То есть, орган может быть потенциально здоровым, но за счет того, что он находится в сдавленном состоянии, он на 10% только выполняет свои функции. То есть, это просто-напросто наполовину отмерших органов. И у многих людей некрозы внутренние развиваются не потому, что там забились сосуды, а потому, что эти сосуды просто передавлены вот этими шлаками. Ну и прекрасно вы знаете, что в природе, если где-то есть грязь, если где-то есть гниение, разложение, всегда природа выделяет работников, чтобы разобрать вот эти мусорные завалы, то есть, мусорщики природы. Как правило, это грибы, которые поселяются там, где кислотные шлаки, в навозе и тому подобное, и это разнообразные червы. То есть, это существа, это мусорщики. То есть, они не созданы для того, чтобы нам вредить. Они созданы для того, чтобы мусора в мире было меньше. И если где-то появляется мусор, там заводятся они. Вы знаете, что на чистых кукер тараканы не заводятся. Тараканы заводятся там, где первое, не выносится ежедневно мусор, второе, на столе оставляют ночевать недоеденную еду, оставляют хлебные крошки. То есть, где есть мусор, там они и есть. Точно так же и в нашем организме появляются друзья, которых мы не звали. То есть, вот глисты, они заводятся в кислых кишечниках, в кислых организмах. И я читал в энциклопедии, что одна, первая, самая главная причина появления глистов, это закисление организма. В щелочной среде, в щелочном организме, в чистом, глисты не заводятся. И проблема в том, что изначально они попадают в организм для того, чтобы убрать мусор. Но попав туда и убрав мусор, они ищут, чего бы поесть. И они уже начинают питаться тем, что кушаем мы. То есть, если в организме есть паразиты, то это значит, что половина витаминов и минералов, которые вы используете, попадает не в вашим клеткам, а в гостям, которых мы не звали. Одна из причин, почему двигатель плохо работает, первая, топливо плохо поступает, б, плохо работает выхлоп, и ц, где-то есть утечка топлива. Вот представьте, что вы живете в общежитии, и в карман вы положили 100 долларов разными купюрами. На следующий день, надев костюм, вы в кармане обнаружили только 50. Возникает у вас вопрос, куда делись остальные 50? И понятно, что ответ напрашивается быстро. Их кто-то стащил, их спер кто-то. Точно так же и энергия. Если она попала через рот, нам внутрь, но не могла дойти до наших клеток, либо проход закрыт, либо ее кто-то стырил в наших организмах. Вот. И вот эти стырил, это глисты. То есть они начинают поглощать все, личинки, глисток, вы знаете, кровотоком разносятся по всему организму, их потом можно встретить везде, в легких, кровеносных сосудах, их можно даже встретить в мозгу. Вот. То есть они уже воспринимают наш организм, храм духа, храм Бога, как свой дом. То есть они уже его освоили, они начинают к нему адаптироваться. И вы знаете, меня поразила история одного молодого спортсмена, бегуна, который умер от инфаркта. И врачи говорили, как такое может быть? Человек на идеальной диете, человек занимается спортом, и, как правило, говорят, что инфаркт – это для полстяков, которые слабо двигаются. Как человек-бегун, который выступает в олимпийской сборной, может уметь от инфаркта? Человека просто-напросто разорвало сердце. И вы знаете, что увидели, когда сделали рентген? Его сердце выглядело вот таким вот образом. То есть оно полностью было забито червями. Понимаете, мы можем вести совершенно здоровый образ жизни. Мы можем кушать самые дорогие витамины и минералы, но если в нашем организме есть паразиты, есть зашлаковка, исход у всех будет один. Ну, смотрите, давайте пройдемся по симптомам. То есть какие симптомы могут быть зашлакованным организмом? Если вы хотя бы развод очистку организма не делаете, то, скорее всего, эти симптомы вы у себя обнаружите. Первый симптом – это неприятный запах изо рта. Помните картинка с грязным краном? Вот эти вот токсины, которые из кишечника всасываются в нашу кровь, эти токсины, они уже потенциально имеют злогонный запах. И есть место, где все газы, которые в крови, выходят наружу. Это легкие. То есть кровь попадает в легкое, в альвеолы, она забирает газы, которые мы вдохнули, как правило, кислород, и отдает газы, которые есть в ней. И неприятный запах изо рта – это не значит, что у вас нечищены зубы. Это не значит, что у вас неплохо пахнет в желудке, потому что запах изо рта, когда вы выдыхаете, это запах из ваших легких. То есть легкие ваши пахнут так, как пахнет ваша кровь. И если запах изо рта злогонный, значит, ваша кровь злогонная. Это первый признак того, что она из кишечника забирает уже злогонные вещества. Вот. Следующий симптом – это обложенный язык. Закисленные кишечники являются средой для развития грибковой микрофлоры. Это правило – это кандида. И вот белые налеты – это грибковая микрофлора. И как бы вы с щеточкой по утрам этот язык не чистили, если вы не очистите свой организм, эти грибки будут заселять все вокруг, они будут появляться не только на кишечнике, на миндалинах. Они начинают покрывать все полости изнутри, то есть у женщин это молочница. Иногда они заселяют легкие изнутри. У человека постоянно покашливание, похвыкивание какое-то. Они могут забить легкие изнутри настолько, что у человека появляется обышка, они сдавливают капилляры у человека, кровь через легкие плохо проходит. И в принципе причина одна. Глобальная система зашлаковки этого организма. Почему? Потому что изначально зашлаковывается кишечник. И вот темный налет изнутри на зубах, это не кариес. Это, как вам объяснить, вы этот налет выдыхаете. То есть такого цвета, скажем так, жидкости вашего организма. И когда вы выдыхаете, вы выдыхаете не только воздух, вы выдыхаете пар. И вот налет из внутренней поверхности зубов вот такого цвета воздух, который вы выдыхаете, если его подробно рассмотреть. Вы знаете, почему я об этом говорю, мне это знакомо в детстве. То есть в детстве, никто нам про это не рассказывал. В детстве мы безобразно питались, и у меня был период такой, где-то год, я не знаю, мне лет, наверное, 10-12 было. Я полюбил конфеты. Типа ключик, кис-кис, такие вот карамельки были. Я каждый день, идя со школы, заходил в магазин, покупал себе вот конфеты. И пачку конфет, готовил уроки, я съедал. Я не знаю, может кому-то это знакомо, может кому-то такие проблемы были у детей, но через год я заметил, что у меня зубы все черные, и они черные изнутри. То есть вы знаете, что сахара, вообще конфеты, они являются идеальной питательной средой для паразитов. И они являются идеальной питательной средой для грибковой микрофлоры. То есть грибы и листы, они здорово питаются сахаром. И поэтому наши бабушки говорили, не ешь сладкого, будут листы. Ну, кто помнит это? Смотрите, в природе, вот корни растения, это питательное, скажем так, это как кишечник нашего организма. Точно так же наш кишечник оплетен системой капилляров. И наш кишечник, это корневая система всего нашего тела. Как в корнях все впитывается, точно так же в организме нашем все впитывается через кишечник. И если корни заболели какой-то грибковой микрофлорой, то есть среда вокруг корней, бактериальная, выделяет не те вещества, которые нужны растению, подменившие корни уже поставляют в растения изначально нездоровые соки. И такое растение начинает подмениваться. Некоторым знакомо, иногда, когда заливаешь излишние домашние цветы, вообще домашние растения, они начинают гнить. Внешне это выглядит, как будто растение вяня. То есть через гнилые корни не поступают вещества, не поступает энергия, и идет процесс ледания. Иногда по дурости мы еще больше начинаем поливать и полностью убиваем наш карпус, либо цветок. Я уверен, что многим сегодня на встрече это знакомо. Точно так же и наш организм. Если кишечник миющий, зашлакованный, человек внешне вянет, энергии не хватает, плюс еще много энергии забирается на то, чтобы выводить из крови все эти токсины. Вот говорят, до 50% энергии выведения токсинов из крови, которые из кишечника в кровь попали, у нашего организма забирают. Каким образом очистку организма вообще проводить поэтапно? Смотрите, есть такое выражение, что тело человека это храм божий. И вы знаете, что любой храм, любое помещение нуждается в уборке. Эта уборка может быть регулярная, эта уборка может быть капитальная. Если уборку эту не делать очень долго, будет требоваться капитальный ремонт. Поэтому давайте посмотрим, из каких пунктов уборка вообще наша выглядит. Первое. Если у нас уже грязь засохла, закорила и львовь, вот эту засохшую грязь, налет, нужно какими-то средствами размочить, разжижить. Второе. Это все нужно пропылесосить, подмести, вытронить каких-то грызунов и паразитов, и в конце идет влажная уборка. Мы вытряхиваем, очищаем наш пулесос и делаем влажную уборку нашего дома. То есть, скорее всего, так вот поэтапно капитальная уборка дома и производится. Какие продукты у нас могут помочь это сделать? Вы знаете, что есть такой продукт под названием Мечелакс. Что делает Мечелакс? Он разжижает свежавшиеся шлаки и заставляет насосики нашего кишечника некоторое время поработать в обратную сторону. То есть, насосики не всасывают, а наоборот загоняют в кишечник жидкость и даже те шлаки, которые находятся в стенках кишечника, они сбрасывают и назад кишечник внутрь. Поэтому, кто как раз очистку с помощью Мечелакса либо Каскара делал, вы знаете, что первые шлаки, которые выходят, то есть, там в туалете в респираторе нужно или в противогазе находиться. И хлорофилл жидкий. Что он делает? Он очень здорово защелачивает среду кишечника, он препятствует процессам брожения и гниения и хлорофилл хорошо начинает очищать кровеноскую систему. Следующее. Мы разжижили наши шлаки и нужно заняться выведением. Вот очень хорошо работает ЛОКЛ. ЛОКЛа это волокна природная, самая лучшая из тех, которые на данный момент есть на нашем рынке. То есть, проводили статистику и ЛОКЛ, ну это российские специалисты проводили, оказалось, что ЛОКЛа это волокна подорожника, даже не самого подорожника, а семян подорожника и даже не самих семян, а из кожуры семян подорожника. Оно всосало жидкости в два раза больше, чем все волокнистые продукты, которые на рынке СНГ на данный момент предлагают другие компании. То есть, в два раза больше потенциал всасывания этого продукта. Плюс, ЛОКЛа содержит хорошую щелочную среду, то есть, оно уже защелачивает организм, нейтрализует кислоты. Если НИЧИЛАКС разжижает все, то есть, это как мокрое разжижение, ЛОКЛа, это как тряпка, которая впитывает всю грязь, и когда мы уже выкручиваем ее в ветерко, таким образом грязь выносится. Плюс, всего вот эти ворсинки, которые зашлакованы в пешечнике, ЛОКЛа прочищает, то есть, как пылесос чистит все коглики вот эти всасывающие. Вот тут два продукта, БЛЭК ВОЛАНД, сейчас стрелочку возьму, черный орех и ПОДАРКА. ПОДАРКА препятствует развитию бактерий и грибков, то есть, оно уничтожает их очередок. Это кора муравьиного дерева, и муравьиное дерево, это дерево, на котором никогда не растут ни вишайники, ни пхи, ничего. Почему? Просто они не переносят экстрактов этого растения. И черный грецкий орех, он издревле использовался для борьбы с глистами, и многие наши потребители столкнулись с тем, что, когда делают очистку, очень много из организма выходит разнообразных паразитов. Особенно смущает это людей состоятельных. У нас очень много потребителей, клиентов, это люди состоятельные, которые всегда хорошо питаются, в качественных ресторанах дорогих, но многие из них были просто шокированы тем, когда реально на программе очистки из организма лезут эти черни. Можно делать вид, что этого нет. Можно играть в игру, что все это ерунда, этого не существует. Но вы просто попробуйте и сделайте это, и вы увидите, кто ворует вашу энергию, кто съедает ваше настроение. Давайте двигаться дальше. Следующий продукт Левгард это продукт, который восстанавливает печень. Печень это фильтр нашего организма. То есть вся кровь с питательными веществами, которая всасывает вещества в кишечнике. После того, когда кровь собрала из кишечника все, эта кровь движется в печень. Фильтр. Почему? Потому что организм четко знает, что вместе с полезным из нашего кишечника всасывается разнообразная гадость. В принципе, задача печени фильтровать все вот это. Кстати, печень самый щелочной орган в нашем организме, потому что задача печени нейтрализовать кислоты, которые с кишечника всасываются. Но когда Господь задумывал наш организм, не было задумано, что люди будут кушать консерванты, красители, отдушки. И все остальное гадость. То есть в наших продуктах очень много веществ, для борьбы с которыми печень просто не было предназначено и задумано. И поэтому очень быстро забившись, этот фильтр перестает выполнять свои функции. И вы знаете, что одна из причин появления углевой сыпи, это признак нечистой крови, то, что у человека зашлахована печень. Поэтому многие люди пропит Люфгард. Проблему с углевой сыпью решили. Так вот, Люфгард хотя бы раз в полгода нужно пропивать. Для чего? Особенно городским жителям. Потому что городской человек токсины пьет свободно, он их вдыхает, и он покупает их в магазине вместе с продуктами питания. Деревенский житель немножко от этого защищен. Но люди, живущие в городе, это люди уже изначально потенциально живущие в грязной среде. Следующие два продукта красный клевер и Юрай или Уралац. Это продукты, которые очистят жидкости нашего организма. То есть красный клевер хорошо очищает кровь и локатическую систему. Люди, у которых были серьезные проблемы с зашлаковкой крови, люди, у которых были проблемы с фурукулезами, есть просто потребители, которые всего лишь по 2 баночку красного клевера пропили, избавиваются от фурукулов, которые мучили их годами. У нас даже есть женщина-врач, которая говорила, что как только начинается холодное время, то есть это уже начинается второй половины сентября, у нее на теле вырезали фурукулы и свищи, и что она только не делала, травила себя антибиотиками. Ей делали переливание крови, вы знаете, из мышц в небо. Но это проблему не решало. То есть величиной в кулак вкладили фурукулы и свищи, которые просто не давали ей жить. И вот она у нас пропила только один курс очистки с красным клевером. И вот уже, наверное, лет 17 она говорит, я не знаю, что это такое, что это за фурукулы, что это за проблема. Юрай или уролакс хорошо чистит мочеполовую систему. Вы знаете, когда организм человека зашлакован, шлакуются и почки, потому что все токсины, почки это фильтры, через которые жидкости организма профильтровуются и то, что уже совсем не нужно, выводится наружу. Так вот, у многих вот эти полости почечные, они забиваются со временем песком, камнями и бактериальным налетом. Разнообразные циститы и все остальное это вот как уже следствие свадьбы проезжают. Вот, так вот, Юрай очень хорошо прочищает именно вот эти выходы из организма. И вот это комплексная система очистки. Когда организм очищет, неплохо систему пищеварения заселить нормальные микрофлоры. Вы знаете, что многие люди этого не делают. У 90% населения дисбактериоз. То есть состав микрофлоры кишечной нарушен. Давайте разберемся, откуда это берется. Почему дисбактериоз? Кишечник изначально задумывался следующим образом. То есть это как вам сказать. Вы понимаете, что почва здоровая это не только удобрение. Это не только здоровая корневая система. Но вы знаете, что здоровая почва это еще и почвенные бактерии, которые готовят питательную среду для корней. То есть корни в почве, где бактерий нету, в принципе всосать ничего не могут. Именно бактерии перерабатывают берегной превращают его в форму, которая может всосаться. Точно так же и кишечные бактерии человеческие, они доготавливают нашу пищу, которую мы съели, и готовят в форме всасывания. То есть вот этот почвенный пленк, слой мембраны слизистой кишечника, полностью она взятна, мембрана заселена бактериями, и их задача окончательно подготовить пищу, подготовить в усваиваемую форму. Так вот, почему бактериальный слой нарушается? Бактериальный слой не любят консервантов. Консерванты сейчас практически в любом продукте, который вы купите в магазине, будь то хлеб, будь то какие-то колбасы, сосиски, молоко, потому что для системы магазинов главное не биологическая составляющая еды, а лёгкость, чтобы еда на прилавках могла лежать долго и не портиться. Поэтому вся эта еда она снабжается консервантами. Консерванты это продукты, которые блокируют развитие бактерий. Но они блокируют развитие как бактерий гнилостных, так и бактерий наших. Поэтому неважно, выпили вы молочка, съели вы сыр, закусили вы это всё хлебом, вы получили огромное количество консервантов, которые блокируют деление наших собственных бактерий. Антибиотики для нашей бактериальной микрофлоры это как напал. То есть выжигается бактериальная флора полностью и потом уже на чистых стенках кишечника начинает развиваться патогенная флора, глипки, кандиды и тому подобное. Поэтому любой уважающий себя терапевт назначил курс антибиотиков потом прописывает какие-то бактериальные препараты. Но я считаю, что в энергетическом вопросе самая главная функция бактерий кишечных биоплазма. Знаете, вот есть такое понятие вот эта энергия более тонкая она называется биоплазма. Вот если в определенных приборах рассмотреть пальцы руки где-то вот рассмотреть писте растений вы знаете, что есть такое свечение его называют свечение кирлианов. Это свечение образуется там, где активно делятся клетки. То есть как только появляется новая клетка новая природа вдыхает дух жизни в нее. То есть построена конструкция и чтобы ее оживить идет дыхание духа жизни. То же самое происходит когда мы подстригаем кусты и начинается активно рост новых побегов. То же самое происходит когда мы подстригаем траву и растет новое ответвление на траве и говорят что подстриженный газон первые несколько дней по ночам даже видно что свечение такое над ним. То есть когда идет активное отделение рост новых клеток вдыхается вот это дыхание жизни этот слой биоплазмы просто вот он несколько десятков раз больше чем обычно. И то же самое происходит когда прорастает семя. Семя спящее там вот этой биоплазмы мало. Но когда семя намочили мы оно проснулось тут же природа вдыхает энергию жизни вот эту биоплазму все семя готово к росту вот и поэтому пророщенные зерна они очень полезны потому что они дают вот эту энергию жизни вот эту биоплазму так самое удивительное что кишечники где активное деление бактерий то есть вообще сама составляющая масса кишечной микрофлоры 3-4 килограмма ученые даже в отдельный орган хотят кишечную микрофлору вынести потому что все-таки 4 килограмма это вес так самое удивительное что кишечные бактерии постоянно делятся и вновь родившихся бактерий тоже 3-4 килограмма постоянно идет деление этих бактерий и многие называют кишечник это топка нашего организма почему потому что именно там происходит процесс разогрева разогревается весь организм и вот эта биоплазма заряжает все жидкости организма здоровая биоплазма здоровая кишечная бактерия заряжаются все жидкости организма которые потом эта энергия разносится через кровеносную систему по всему телу если человек вялый если человек подавлен если у него грибковая микрофлора у него какие-то угри серый цвет кожи 100% что у него зашлакован организм что у него дисбактериоз ну и под занавес желаю вам чистого здоровья свежего дыхания и ясных мыслей если человек не очистил организм энергетический фон этого человека в 10 раз меньше чем он мог бы быть чем он мог бы вообще получать из окружающей природы если человек не очистил организм любая программа оздоровления восстановления коррекции веса она практически бессмысленна почему потому что нету энергии жизни у этого человека поэтому ребята давайте договоримся если у вас появляются новички то первую тему которую они должны услышать о здоровье это то что вы услышали и первая программа с которой они должны столкнуться это реабилитация желудочно-кишечного тракта до сих пор Продолжение следует...